Привет, друзья! С вами Роман, эксперт по электротранспорту, и это видеообзор нового городского электросамоката HX-X7. Расскажу о его технических характеристиках, покажу, почему именно этот самокат заслуживает внимания в качестве надежного транспортного средства, и проведу сравнение с популярной моделью Ninebot ES-2. Спасибо магазину Гироскутер Шоп за предоставленный на обзор электротранспорт. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, а тех, кто досмотрит обзор до конца, ждет подарок. Итак, электросамокат HX-X7, убийца Xiaomi Mijia и Ninebot ES-2. Поехали! Электросамокат HX-X7 выпускается в двух цветах, серый и черный. Данная модель является очень мобильной и предназначена для городских условий. Выполнен из прочного, но достаточно легкого алюминиевого сплава, благодаря которому собственный вес составляет 12,9 кг. Максимально допустимая нагрузка до 120 кг, однако рекомендуемый вес райдера по заявлению производителя не должен превышать 100 кг включительно. Модель HX-X7 легко перевозить в общественном транспорте. Механизм сложения очень прост. Поворачиваем стопорное кольцо и тянем язычок фиксации. Пока еще не было ни одного нарекания на возможное появление люфта, но это и не мудрено. В случае его возникновения на фронтальной планке есть затяжной болт. Очень удобно и практично. Помимо сложения рулевой стойки, у электросамоката откручиваются ручки для более комфортной транспортировки в общественном транспорте, чтобы не цеплять других пассажиров. Габариты электросамоката в сложенном и разложенном положении вы видите на экране. Перейдем к управлению. На обеих ручках есть удобные грипсы из плотной резины. С левой стороны руля расположен тормозной рычаг, который позволит использовать удобный для вас вариант остановки или задействовать сразу оба. Легкое нажатие включает электронный тормоз переднего мотор-колеса. Сильное нажатие задействует механический дисковый тормоз на заднем колесе. Но и это еще не все. На случай экстренной остановки производитель предусмотрел классический тормоз с задним крылом, так что HXX7 имеет ни много ни мало тройную систему торможения. Рядом с рычагом имеется штатный звоночек в виде маленького рычажка. Довольно удобен в использовании, да и к такому звуку давно привыкли прохожие. С правой стороны руля расположена клавиша акселератора. Она отвечает за включение электродвигателя и начало движения. Сверху на ободе две кнопки. Нижняя – кнопка питания электросамоката. Верхняя отвечает за переключение скоростных режимов и включение передней фары совместно с габаритным огнем. Также задний габарит при включении тормозов выполняет функцию автоматического стоп-сигнала. Перейдем к бортовому компьютеру. Здесь отображаются необходимые показатели в режиме реального времени. Спидометр, индикация заряда батареи и выбранный скоростной режим. По умолчанию для начала поездки вам необходимо произвести толчок ногой, и только после этого электросамокат позволит включить электродвигатель. Но эти настройки можно изменить. Удерживаем две кнопки на клавиши акселератора и входим в меню настроек. За включение и выключение старта с места отвечает показатель P2. Показатель P1 отвечает за включение и выключение круиз-контроля. То есть вам не придется постоянно удерживать клавишу старта во время поездки, и спустя пять секунд непрерывного давления на клавишу акселератора электросамокат самостоятельно будет поддерживать заданную скорость, пока вы не воспользуетесь тормозом или еще раз не нажмете клавишу. Показатель P0, переключение спидометра на километры или мили – это кому как удобнее. Ну а теперь, пожалуй, самое интересное. Основным преимуществом модели HXX7 является быстросъемный аккумулятор. Нажали клавишу, открыли бортовой компьютер, повернули внутреннюю заглушку и тянем за веревочку. 36-ти вольтовый аккумулятор фирмы Panasonic на 6,4 Ач по заявлению производителя дает возможность проезжать до 25 километров на одном заряде, а сама зарядка длится не более трех часов от обычной розетки на 220 вольт. Зарядить самокат можно, используя основной разъем внизу рулевой стойки или сразу напрямую в аккумулятор. То есть теперь есть выбор – тащить самокат к розетке или просто забрать с собой батарею. Но главным удобством в эксплуатации съемной батареи все же является то, что можно купить дополнительный аккумулятор и в случае, если сел один, быстро заменить его на другой. Максимальная скорость электросамоката достигает 25 километров в час, благодаря номинальной мощности мотор-колеса в 350 ватт и 700 ватт при пиковой нагрузке. Вполне логично, что скорость может меняться в зависимости от испытываемых электросамокатом нагрузок. Но, например, с моим весом почти 96 килограмм электросамокат честно выдает 25 километров в час. Что касается комфорта поездки, я не просто так акцентирую ваше внимание, что самокат предназначен для города. Здесь отсутствует система амортизаторов, но для поездок по асфальту и плитке вполне достаточно, пневматике накачиваемых бескамерных колес по 8,5 дюймов. Самокат едет мягко и не имеет отдачи в ноги. Как по мне, так комфорт поездки – это самый важный пункт для транспортного средства. Кстати, на рынке существуют модели с 10-дюймовыми камерными колесами. Здесь и накат значительно больше, и мягкость поездки тоже повыше. Необходимо рассказать и о том, что на модели HXX7 есть штатная влагозащита уже с завода по стандарту IP55. Далеко не каждый производитель может похвастаться таким показателем. А теперь мы покажем, почему данные электросамокаты можно назвать одними из самых качественных. Слово моему коллеге Станиславу с завода-производителя. Вот здесь на самокаты HXX наносятся лазером серийные номера. Вот аппарат из компьютера и наносится лазером серийные номера. Каждое устройство, он индивидуальный. Вот так, друзья, в Китае работают в Китае. Сейчас-то мы идем на сборочный цех. Вот самокаты. Вот конвейер. Огромная фабрика, огромный завод. Просто колоссальный. Поэтапная сборка Происходит Самокатов. Так что, друзья, масштабы, масштабы, конечно, колоссальные. Фабрика поставляет данные самокаты на Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, по всему миру, в общем. Можно здесь найти любой бренд, который вы хотите. То есть при заказе от определенного объема то есть фабрика готова нанести ваши логотипы на свою продукцию. Вот еще самокаты HX7 по другим брендам. Данный бренд самокаты на французский рынок, на Францию. Это на испанский рынок. Здесь ручная сборка идет элементов для самоката. разных фабрика приходится такие комплектующие и уже вручную собирают специалисты фабрики укомплектовать поэтапно. Здесь дисплеи устанавливают. пружинный механизм. Ручки. Ручки тормоза. Грипсы. Тут уже закручивают все, устанавливают. Рулевая рейка. В общем, все поэтапно. Вот так вот, друзья. Все много. Маса помасально. Вот с вами берется паркмаз, друзья. Сейчас вот с цеха выехал на одном из экземпляров самоката HX бренда. Потому что там шум и ничего не слышно. Решил поснимать здесь вот на улице. В данном случае сейчас я вам обозреваю новый самокат от этого бренда HX 8 X8 В чем у него отличие от предыдущей версии 7-ки? В том, что здесь во-первых конкретно в этом экземпляре стоят 10-дюймовые колеса. Также он выпускается на 8,5. То есть у вас есть выбор либо 8,5 дюймов либо 10 дюймов. 10 дюймов у нас колеса камерные. На 8,5 так же как на HX X7 они идут без камерные колеса. Ну а самая основная фишка это конечно аккумулятор. Если мы с вами обратим внимание, то есть он визуально уже чем-то напоминает Ninebot ES4. Только у Ninebot как вы помните один аккумулятор рулевой рейки навесной уже здесь стоит. А здесь у нас с вами немножко с тем по-другому. то есть это все один единственный аккумулятор. И чтобы его снять мы нажимаем вот эту кнопочку и сейчас будем пытаться снять. мне покажут менеджевую. Все. И вот это друзья у нас с вами аккумулятор. В данном случае идет у нас с вами подключается. Вот видите как внутри у нас здесь все находится. И как вы обратите внимание здесь внутри все рифленое. То есть достаточно все прочно конструктивно. Ну а как будет на самом деле покажет время. Вот аккумулятор. Аккумулятор представлен будет в двух версиях на 10 ампер часа и на 12 8 ампер часа. Также возможно на выбор. То есть либо такой либо такой. По заявлению производителя опять же на одном аккумуляторе можно будет на одной зарядке на таком экземпляре проехать до 40 километров. Ну а как будет на самом деле как я вам говорил друзья это только после замерок скоростей и всего остального то есть только тест покажет. Вот такой экземпляр друзья складной механизм у версии семерки достаточно компактный вот семерка поехала ну касаемо выбора колес это уже конечно на вкус десятка более будет плавная 8.5 немножко пожестче скажем так ну опять же колеса везде и там и там надувные только 10-дюймовых колес камерные повторюсь сейчас мы установим аккумуляторы обратно вот так у нас он ставится ставили до щелчка и вниз все он на фазе встал да и соответственно можно его включить есть просто солнце и особенно плохо видно но вот он выключился все есть ну и для того чтобы поехать соответственно стандартно толкнулись да и поехали стоп сигнал сигнал стоп горит фара освещения три режима скорости сейчас прокатится менеджер компании оп и поехала все так что вот так вот друзья да вот так вот так вот катаются самокат прикольный уверен что у него будет свой клиент тем более с двойной батарейкой с такой емкостью и такой компактной и быстросъемной это просто огонь возвращаемся обратно на фабрику покатались на самокате опробовали ну семерку соответственно я и в Москве катался да то есть мы их уже привозили на российский рынок а вот восьмерочка да она достаточно интересна попробовать было вот там мы видим черный самокат собранные экземпляры готовы уже упаковки видимо у сотрудников небольшой перерыв конвера конверочная лента остановилась тут проверяется работоспособность батареи сколько она выдает то есть перед отправкой каждый экземпляр проверяется тестируется на работоспособность поэтому фабрика подходит очень серьезно к своему продукту каждый продукт тестируется каждый его элемент вот и контроллеры как я понимаю только они почему-то здесь внутри вот там включено контроллер так здесь у нас питание уходит и вот здесь походу контроллер контроллеры вставляется в рулевую рейку вот так вот а дальше грубо говоря примерно где-то вот так вот и соответственно здесь уже идет аккумулятор гнездо для зарядного устройства здесь крепится контроллер в рулевой рейке с двух сторон по два болта так что так вот ребят ну все вроде все небольшой такой обзорчик вам слабый всем спасибо друзья с вами был Станислав до новых встреч сейчас на экране вы видите таблицу технических характеристик а если хотите узнать актуальную цену на момент просмотра видеоролика пройдите по ссылке в описании на страницу официального магазина а теперь давайте сравним электросамокат HXX7 с популярными на сегодняшний день моделями Xiaomi Mijia и Ninebot ES2 внешне самокаты очень похожи но давайте посчитаем их плюсы и минусы тормозные системы HXX7 тройная рекуперативная механическая дисковая плюс задним крылом Ninebot двойная рекуперативная и задним крылом Xiaomi Mijia двойная рекуперативная и механическая дисковая HXX7 выигрывает и в мощности 350 ватт против 300 на Ninebot и 250 на Xiaomi Mijia бортовыми компьютерами оснащены только две модели HXX7 и Ninebot ES2 а у Xiaomi простой индикатор заряда батареи аккумуляторы у Xiaomi Mijia и Ninebot ES2 не съемные а HXX7 имеет быстросъемную батарею не самую емкую из всех моделей но и не самую слабую что касается приложения у HXX7 его нет чего нельзя сказать о других моделях колеса HXX7 мягкие и бескамерные у Ninebot цельнорезиновые и чувствуется каждая трещинка по пути Xiaomi имеет проблемы с протиранием камеры внутри покрышки звоночками в штатной комплектации обладают лишь две модели Xiaomi Mijia M365 и HXX7 и последнее сравнение конечно же цены на момент съемки видеоролика которые вы видите на экране итоги вы видите сравнительные таблицы электросамокатов и HXX7 на мой взгляд имеет явные преимущества и по праву заслуживает звание убийцы своих оппонентов а теперь информация для тех кто досмотрел видео до конца магазин гироскутер шоп устраивает очередную акцию при покупке модели HXX7 в подарок вы получаете сумку для батареи ее очень удобно использовать если вы захотите докупить второй аккумулятор внимание акция ограничена уточнять информацию у менеджеров магазина спасибо за просмотр напишите в комментариях как вам данная модель и хотели бы вы себе такой ставьте лайки и подписывайтесь на канал впереди еще очень много интересного с вами был Роман эксперт по электротранспорту и электросамокат из магазина гироскутершоп.ру до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова